Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, тематика видео, как выглядит дорого, как выглядит ухоженный, очень и очень популярна здесь на русскоязычном ютубе. Сегодня я предлагаю вам свою версию того, как же выглядит дорого, как выглядит ухоженный. Я разделила по пунктам, всего у меня получилось 6, возможно 7. И поделюсь с вами своими секретами о том, как же выглядит дорого, когда действительно нужно выглядеть дорого и ухоженный. Очень часто, в очень многих контекстах, это синонимичные понятия. Первое, на что мы всегда обращаем внимание, а возможно и не первое, но тем не менее, все равно обращаем внимание, это, конечно же, ногти, прежде всего ногти у так называемой ухоженной женщины. Могу вам сказать, что если вы обладаете маленьким бюджетом и не можете себе позволить постоянно ходить к мастеру, либо вы не можете себе позволить силу вашего времени, точнее его недостатка, ходить постоянно к мастеру, в профессиональный салон, могу с вами поделиться своим секретом. Прежде всего, вам понадобится крем Бипантенол, его можно найти в любом супермаркете, его также можно найти в аптеке. Это крем, который рекомендован к уходу за новорожденными и также рекомендован в России, по крайней мере, совершенно точно, к уходу за грудью, когда от кормления грудь становится очень-очень чувствительной. Могу сказать, что если вы на ночь нанесете на кутикулу, на приноктевую зону, а также на руки, если они в особенности у вас обветриваются, склонны к цыпкам, нанесете этот крем, вы с утра проснетесь действительно с бархатными руками. По поводу покрытия могу сказать, что совершенно точно, однозначно вам нужно уделять внимание на то, чтобы покрытие всегда было свежим. Свежее покрытие – это не всегда непотрескавшееся покрытие. Я, например, определяю шаговое расстояние, когда снимаю с рейдстайл. Свежее покрытие по тому, насколько далеко, либо наоборот близко, покрытие, либо лак, гель-лак, либо самообычный лак, традиционный лак, который мы знаем с детства, насколько близок он к кутикуле. Поэтому я очень рекомендую делать маникюр прямо-таки за несколько часов до события, где вам нужно выглядеть очень и очень хорошо. Именно так я пользуюсь сама, точнее, именно так я поступаю сама, потому что я человек, который постоянно снимает. Мои руки должны производить хорошее впечатление, ухоженное впечатление. И могу сказать, что я очень часто крашу прямо-таки за час до выезда на съемку по стритстайлу. И могу сказать, что да, свежий лак – это всегда гораздо-гораздо лучше, чем покрытие, возможно, сделанное в салоне, но сделанное неделю назад. И также могу поделиться своим лайфхаком просто-таки ноу-хау, которое я открыла, которому я пришла самостоятельно, совершенно случайно. Я делала опил того геля-лака, который у меня был, понимала, что у меня нет времени наносить здесь и сейчас гель-лак, и я покрыла самым обычным лаком. И могу сказать, что легкий опил, по крайней мере, по кончику лака, вы можете купить специальные пилки-губки, либо сделать это вашей традиционной пилкой. Вот прямо-таки по кончику ногтя позволит вашему лаку держаться гораздо-гораздо дольше. Попробуйте, я думаю, что вы не пожалеете. Макияж. Сегодня у меня, что из макияжа? Сегодня у меня подведены губы, нет помады. У меня сегодня накрашены ресницы новой тушью Maybelline, которую я купила. И сегодня у меня накрашены брови совсем-совсем чуть-чуть, тушью для бровей. И в Roche я тоже показывала в обзоре, что я прикупила себе такую тушь. И могу сказать, что для того, чтобы производить хорошее впечатление, дорогое и ухоженное, вы совершенно точно должны свыкнуться с мыслью, что макияжа должно быть минимум. Потому что макияж... А, макияж течет. Мне одна зрительница написала в комментариях, Яна, если бы у вас была хорошая косметика, то, в общем-то, никуда бы она не стекала. Но могу сказать, что косметика у меня хорошая. Я пробовала и бесплатно давали мне МАК, допустим, тональные средства. И помады всегда у меня МАК. Кстати, с помадами МАК у меня нет никаких сложностей. Но подводочка МАК совершенно точно могу сказать. Течет. Я показывала даже тоже в обзоре, какую подводку я купила. У меня есть жидко, у меня есть карандаш. Подводочка подводит совершенно точно. Я также рассказывала о туши. И могу сказать, что, в общем-то, даже профессиональная косметика, дорогая косметика, это не гарантия того, что мы будем выглядеть свежо-свежо, как весенняя роза. И хочу обратить ваше внимание, дорогие зрительницы, на то, что для хорошего макияжа очень и очень важна тушь. Я тоже снимаю своих героинь близко. Я снимаю и потом монтирую. Я могу сказать, что очень портит образ тушь, которая нанесена комочками. Мы все понимаем, мы считываем таким образом информацию и впечатление о человеке, что тушь не свежая, что тушь старая, поэтому она комочками и слепляет ресницы. Либо тушь осыпается. И это тоже, во-первых, придает нам усталый вид, уставший вид к концу какого-нибудь рабочего, и без того уставшего дня, точнее мы и так без того устали, еще и тушь осыпалась. Поэтому, пожалуйста, уделяйте большое внимание вашей туши. Бюджетные туши, прекрасные туши. Главное, возможно, учесть, главное менять их достаточно часто. И если тушь ваша осыпается, могу сказать, что совершенно точно можно найти тушь бюджетную, которой осыпаться не будет. Что еще очень важно? Волосы. Как вам мои волосы сегодня? Я получала огромное количество критики. Всегда получала за свои волосы, просто потому, что я человек, который совершенно точно знает, что для того, чтобы выглядеть хорошо, классно, ухоженно, стильно, дорого, все вместе смешать в одном понятии, необходимо распрощаться с надеждой о том, что волосы будут выглядеть просто хорошо и классно от того, что я их помыла и высушила, возможно, даже под итальянским солнцем, на бризе, на бризе в море. Могу сказать, что да, распрощаться с идеей о том, что волосы высохнуты, будут классно лежать, придется. Вы должны понимать, что вам понадобится фен. Даже просто, когда вы сушите волосы феном, они будут лежать и выглядеть совершенно иначе, потому что кутикула закрывается под воздействием горячего воздуха, либо теплого воздуха, и волосы в любом случае будут выглядеть лучше, неважно, делайте вы брашинг, либо нет, проходитесь вы потом по ним горячей плойкой, либо горячими щипцами. Волосы просто высушенные феном всегда будут лежать и производить другое впечатление на вас саму прежде всего, а также на окружающих. И могу сказать, что поэтому я очень часто в кадре и выгляжу так, что я заслуженно, возможно, а может быть нет, я даже об этом не задумываюсь, получаю критику, потому что как блогер, который выпускает ежедневный контент, я совершенно четко понимаю, что если я буду делать укладочку себе каждый день, то через какие-нибудь полугода, как и многие блогеры, кстати, я останусь без волос, либо с длиной, вот прямо-таки у уха. А если я хочу свои волосы сохранить, то я должна использовать ресурс своих волос от случая к случаю, как, например, сегодня. Сегодня волосы у меня ложены, высушены феном, брашинг я не делала, прошла с щеткой с крутящейся головкой, тоже много раз ее показывала, и да, я прошлась также горячей плойкой. И вообще могу сказать, что когда волосы блестящие, у блогера он рассказывает вам про то, как он использует тот или иной уход, скорее всего, вот такие блестящие, классные, струящиеся, тяжелые волосы получаются у того или иного блогера после использования горячих щипцов, потому что волосы действительно становятся плотными, волосы становятся тяжелыми, и волосы начинают блестеть. Проблема в том, что блестят они недолго. Следующий момент – это одежда. Одежда. Вам совершенно точно придется смириться с мыслью, что если вы хотите выглядеть дорого, респектабельно, производить хорошее впечатление, женщины лоск и так далее, и так далее, чтобы на вас оборачивались, чтобы на вас смотрели. А я этот трюк использую и замечаю, хотя, опять же, не так часто использую, точнее, когда я замечала, что когда вот этот трюк я все-таки использую, я ловлю на себе гораздо больше взглядов, не всегда восхищенных, но очень часто просто заинтересованных. Так вот, что касается одежды, которая будет очень хорошо считываться и очень сочетаться с минимумом макияжа, с ухоженными волосами, ухоженными руками, это очень простая по фасону одежда и очень простая по цветовому сочетанию одежды. Это не значит, что мы должны отказаться от ярких цветов в одежде, когда мы хотим произвести такое впечатление, но желательно все-таки отказаться, воздержаться и использовать очень простые силуэты. А если мы используем яркие цвета, то их не должно быть более двух в одном ансамбле. Допустим, мы будем использовать фиолетовую блузу и юбку цвета camel, но прямо-таки вот эти яркие цвета, они должны быть в количестве не более двух. Это значит, что верхняя одежда должна быть либо цвета camel, либо фиолетовая. Это значит, что обувь тоже должна по цвету совершенно точно сочетаться. Вот такой образ выглядит очень гармонично, он выглядит очень элегантно. Как следствие, он выглядит очень дорого и как следствие мы выглядим очень и очень ухоженной женщиной. Очки. По поводу очков я тоже говорила. Я рассказывала, что итальянки уделяют большое внимание брендовости очков. Но могу сказать, как человек, опять же, который снимает стрит-стайл, очки не всегда должны быть дорогими. Поверьте мне, считать с дужки, в особенности, если у вас вот такие длинные волосы, марку очков, считать их, допустим, со стекла очень часто названия выносятся на стекло очков, что, я могу сказать, вообще ужасно. И часто это делается очень-очень явно. Я могу сказать, что нет, очки просто должны быть новыми, они не должны быть поцарапанными, и они не должны быть в отпечатках, как часто бывают у меня. У меня вот часто бывают очки недорогие и заляпанные, очки дорогие тоже заляпанные и поцарапанные, к тому же. И могу сказать, что это мешает действительно восприятию образа. Если мы хотим выглядеть очень дорого, у нас очень простая одежда, никто не поймет, какая бирка пришита на нашей одежде. Черные брюки, черная водолазка, черный кардиган, допустим, черная юбка. Все это очень-очень-очень, скажем так, не тяжело к определению, сколько мы потратили на эту одежду, в особенности, если одежда сделана из натуральных материалов. Мы прекрасно понимаем, что кашемировый свитер может стоить, я даже показывала такие случаи, 50 евро, а может стоить и тысячу, 50 евро, и 50 евро. Поэтому, в общем-то, при вот такой простоте в одежде, а если, мысль моя ушла, если очки у нас будут недорогие, но новые, то мы будем выглядеть тоже очень и очень хорошо. Обувь. По поводу обуви я тоже часто говорю, по поводу белой обуви я часто говорила, что белая обувь это очень классно, белая спортивная обувь это тоже очень здорово, если в особенности вы хотите осовременить ваш гардероб, если вам слегка за 50, носите белую спортивную обувь. Белая спортивная обувь это прежде всего низкие кеды и низкие какие-то кроссовки. Они не должны быть дорогими. В H&M я постоянно вижу прекрасные белые кеды, кроссовки, вариации на тему, потому что, когда обувь новая, она воспринимается очень хорошо. Она говорит о том, что мы ухаживаем за этой обувью, что либо кто-то нам помогает это делать, либо мы постоянно обновляем, допустим, нашу обувь. Поэтому новая обувь, не грязная, конечно же, считывается как очень-очень хороший аспект нашей ухоженности. И я на самом деле совершенно точно могу сказать, что обувь и очки могут быть недорогими, но это те вещи, которые должны быть новыми, не поцарапанными. Если в случае, если мы говорим об обуви, то обувь должна быть не грязной. Ориентируйтесь на прямо такие бюджетные-бюджетные варианты и меняйте часто эти предметы вашего гардероба. По поводу обуви, на самом деле, я скоро сама возьму такую концепцию. Недавно я делала обзор с наших витрин. Обувь стоит 90 евро, но прекрасно, прекрасно выглядит. Что же еще? Молчание. По поводу молчания. Тоже такой интересный момент, который я нанаблюдала и который я проэкспериментировала, но не раз на протяжении многих лет своей жизни. Молчание. Будьте готовы молчать и высказываться только когда вас спросят, только когда вашим мнением поинтересуются. Но будьте также готовы, что вашим мнением очень-очень долго не будут интересоваться. Вот, например, в прошлом году Габрюшечка ходил на футбол и постоянно за несколько минут до того, как дети заканчивали футбол, собирались родители. И мы все стояли вместе и, в общем-то, что-то обсуждали. И я никогда не вносила свои пять копеек. Не вносила свои пять копеек, пока ко мне не обратились и не спросили моего мнения. Возможно, кто-то решил мне помочь и подумал, что я очень скромна или застенчива, и поэтому я никогда ничего не говорю. И вот когда я начала говорить, несмотря на то, что я говорю с акцентом, конечно же, очень часто мне не хватает нужного слова, вы не поверите, вокруг меня образовалась такая тишина, которая поразила даже меня саму. Поэтому для того, чтобы производить определенные впечатления человека, к которому прислушиваются, человека, который, ну не знаю, мысли которого ценны, необходимо молчать. Но это молчание, оно также добавляет нам определенный аспект в наш образ. И я считаю, этот аспект, конечно же, помогает нам выглядеть более элегантно, более дорого. Когда твои мнения им интересуются, когда ты, в общем-то, не высказываешь его каждый раз, а делаешь это несколько раз на камеру в течение дня. Правда? Все поняли, про кого я говорю. Кто не понял, я говорю про себя. И взгляд, по поводу взгляда. В свое время я научилась очень хорошо получаться на фотографиях. Тогда не было селфи, возможности делать селфи. Тогда, возможно, только появились эти цифровые фотоаппараты. И мне было очень обидно, когда я такая нарядная и кажусь себе красивой, а на фотографиях получаюсь не очень. Мне помог совет, который я прочитала, даже не помню где и как. Но этот совет вам поможет в случае, так же, как и с молчанием, производить впечатление человека, на которого хочется посмотреть, мнением которого хочется поинтересоваться. Вы должны совершенно точно научиться выдерживать взгляд человека. Меня невозможно пересмотреть. Если я отведу взгляд, я это сделаю совершенно специально. Очень часто на своих стритстайлеров таким образом я смотрю. Могу сказать, что стритстайлеры передо мной очень часто пасуют. Они бы, возможно, и хотели бы спросить, что я тут делаю, и могу ли я это делать, и, возможно, в какой-то диалог со мной вступить. Но у меня примерно, когда я чувствую, что ситуация вот такой может быть, у меня вот такое лицо. Я смотрю на человека, приподнимаю голову и слегка приоткрываю рот. Мое лицо ничего не выражает. В этот момент я представляю перед собой белый лист. Именно так я научилась хорошо получаться на фотографиях, когда не было возможности просмотреть и удалить. Просмотреть и удалить. Вы должны представить белый лист перед собой. Вам будет легко удержать взгляд на собеседника, и собеседник первый уведет свой взгляд. На самом деле, все это, наверное, не очень-то относится к женщине лоск, к тому, как дорого выглядит. Но, тем не менее, эти моменты я включила, потому что они очень часто помогают нам все-таки произвести определенные впечатления. Всеми этими приемами я пользуюсь, когда, например, мне нужно какие-то документы делать, когда нужно вот прямо-таки показать, что лучше, чтобы я один раз пришла, все документы забрала, и чтобы мне все сделали. Желаю вам, дорогие зрительницы, зрители, не часто бывают ситуации, когда вам нужно выглядеть дорого, когда вам нужно на кого-то производить впечатление. Я считаю, что свобода в современной жизни, в повседневной жизни – это очень-очень важно. Но, действительно, бывают случаи, когда нужно показать, что ты можешь быть женщиной лоск, что ты можешь быть кем угодно, кем угодно можешь быть. На этом я с вами обращаюсь. Сейчас запишу какое-нибудь классное видео для своего нового канала про минимализм. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.